А подскажите пожалуйста, вот шарики с висящим гадом, у вас свободная продажа такая, реализуется? Оказывается есть и в свободной продаже. В один из ночных баров отправились тайные покупатели, якобы хорошо провести время. Заказали детский атрибут, расположились за столиками. Только вот пробовать дурман не стали, вызвали полицию. Так называемый веселящий газ не только запрещен к употреблению не по назначению, но и смертельно опасен для здоровья. По мнению Нездрава это приравнивается к одурманивающему веществу, которое сильно влияет на мозг человека, на кровеносную систему, на дыхательную систему. И при злоупотреблении данного вещества может влечь с собой летальный исход. Закись азота используют для медицинских и технических целей. На употребление подобных токсичных препаратов в иных целях наложено ограничение с 1 января 2021 года. За любую продажу закиси азота, как бы но не в медицинских целях, предусмотрен штраф на должностное лицо и на дизайнерное предпринимательство от 10 до 20 тысяч рублей. На юридическое лицо от 50 до 150 тысяч рублей. Также хочу сказать, что минимум на 30 дней приостанавливается предпринимательская деятельность заведения, которое незаконно реализует такие вещества. После изъятия баллон отправляется на экспертизу. По ее результатам на деятельность заведения будет наложено ограничение. Владелец понесет ответственность. В рамках проекта «Единая Россия. Народный контроль» такие рейды проводятся регулярно. Чтобы помочь общественникам в борьбе с правонарушителями, сообщайте о местах продажи веселящего газа в правоохранительные органы или соцсети. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...